Добрый вечер, друзья! Вторая часть Внимание, химеры Учение Коротенькое В первой части, как вы заметили Видео резко оборвалось Это не потому, что Я исчез Или я восхитился Хотелось бы так восхищаться Это потому, что закончилась батарея Я фактически сказал все, что хотел сказать Но оборвалось оно На том, что я сказал, что ни в коем случае Я себя не исключаю Из того количества людей Которым нужно серьезное Серьезное Очищение И Даже от этих всех химер От этих образов химер То, о чем мы Говорили Вот в предыдущем Учении О чем я говорил И Поэтому Господь Добавляет Огоньку Вы знаете Есть принцип Который присутствует в человеке В человеке, который еще жив для себя Не мертв для себя И жив для Бога А жив для себя В определенных сферах Это принцип Так называемого Инстинкта Самосохранения О котором Вообще надо отдельно поговорить Потому что Тема на самом деле Важная Но Это принцип Сейчас я К химерам подойду Что Вообще мы Движемся по пути Стараемся двигаться по пути Наименьшего сопротивления Вы знаете Самый такой крутой воин Христианский Который там В духовной войне Весь такой там Вот такой прям аж Воинственный Воюющий Воинствующими Такими Орудиями Воин такой Любит себя И Борется С инстинктом Самосохранения И Этот инстинкт Он Подталкивает человека Идти По пути Наименьшего Сопротивления По легкому пути По более легкому пути Если у нас есть выбор Вот почему Когда Бог Учит нас доверять Ему Он делает Он делает так Что помещает нас В некое место В некое состояние Где мы осознаем У нас Нету Никакого Другого Выбора Ну как только Он Упование на него Что все другие пути Наименьшего Сопротивления Отрезаны Отсечены И остается Единственный путь Узкий И не все Находят его Почему? Потому что Большинство его И не ищет Мы говорили В первой главе О химерах И я хочу Подытожить Это видео Будет очень коротким По сравнению С предыдущим Но вы скажете мне Друзья мои А как насчет Херувимов Странные личности Человеческие тела Руки Ноги какие-то прямые На них копыта Четыре лица Лицо человеческое Вала Тельца Человека Орла Льва Что же это такое? Можем ли мы Назвать это химерой? Нет Это творение Божье Это не демоническая Сатанинская смесь А это великолепие Божьего творения Мы не можем поклоняться Великолепию Божьего творения Мы можем поклоняться Только Творцу Но тем не менее Мы видим этот принцип В херувимах Или эти четыре животных Которые Там у престола Божьего По виду Один как летящий Это две разные личности Это две разные группы Потому что некоторые Все это воедино И скомкивают Херувимы Херувимы Книги Иезекиля Имеют четыре лица Каждый И их четыре Те Жизни Зоас Которые Мы видим В книге Откровения Их четыре Но у них По одному Лицу Поэтому Даже Священное Писание Все эти вещи Различает Я верю Что Воображение Которое Даровал нам Господь Играет Очень большую роль Воображение Это как Это не как Это Духовная Матрица Воображение Это наша Собственная Мора Это наша Собственная Комната Зеркал Наше Воображение Сделано По подобию Небесной Комнаты Мора Зеркал Может кто-то В ней Когда-то Был Если вы Не были Не спешите Туда Идти Если Господь Не призовет И не Позовет Вас И не Отведет Вас Туда Воображение Это Как Утроба Утроба Где Находится Имеется Некоторая Творческая Атмосфера И Когда Помещается Мысль Определенное Воображение Эта мысль Активируется Эта мысль Усиливается Мысль Которая Попадает В воображение Попадает В благоприятную Среду Развития Даже Если Эта мысль Химирная Демоническая Поэтому Воображение Оно По сути Не злое Оно Сотворено Богом Для того Чтобы служить Ему Враг Все Испортил Извратил Осквернил Но Это Часть Нас И Это Та Часть Которая Искуплена Господом В потенциале И Это Неотъемлемая Часть Нас И Бог Хочет Восстановить Нас Очистить Осветить И И Восстановить Эту Сферу Чтобы Она Была Задействована Правильно Чтобы Она Была Задействована В Господе Но Эта Комната О которой Мы читали В книге Изакиль Каждый В тайной Своей Комнате Это То Место Которое Никто Другой Не Видит Кроме Господа И Нас Враг Частично Знает Что В нашем Воображении Но Он Знает Только То Что Он Туда Вложил Это То Что Очень Сильно Развито У Детей И То Что Взрослые Меньше И Меньше Используют Когда Логика Логические Умозаключения Они Пересиливают Но Это Фабрика Воображения Фабрика Образов И Оно Важно Как Это Связано Внимание Химеры Вторая Часть То О чем Мы Говорим С вами Напрямую Внимание Внимание Английское Слово Behold Смотри Это То Что Используется У нас Библия Смотри Смотри Вот Вот Смотри В разных Местах Это Это Слово Внимание Поэтому Я верю Господь Освобождает Нас От Чего-то Химерного Чтобы Сделать Нас Более Эффективным Мы Сотворены По Его Образу И Подобию И Куда Бьет Враг Куда Бьет Враг Он Бьет Против Образа И Против Подобия Чтобы Наш Образ И Наше Подобие Привести В Несоответствие С Образом И Подобием Творца Потому Что Когда Образ И Подобие Наши Соответствуют Творцу Тогда Мы В Единстве Образа И Подобия Тогда Мы Мощно Можем Взаимодействовать Эффективно С Господом И Великие Вещи Будут Происходить Враг Этого Не Хочет К Чему Мы Опять Возвращаемся Образ Подобие Идентификация Отождествление Какое Единство Между Мною Господом Может быть Если Я Не Един С Ним По Образу И Подобию О Каком Единстве Можно Говорить Но Враг Хочет Чтобы Мы Были Носителями Его Химерного Образа И Подобия Поэтому Тот Кто Носит Извращенный Образ И Подобия Искажает Реальность Его Воображение Неясные И чистые Зеркала Которые Отражают Суть Которые Отражают Реальность Бытия Сущность Но Которые Как Кривые Зеркала Помните Фильм Королевство Кривых Зеркал Это Королевство Дьявола И Человек Питается Вы знаете Мы Питаемся Образами Наша Духовная Сущность Питается Образами Давид Говорит Пробудившись В псалмах Буду Насыщаться Образом Твоим Нам Нужен Образ Потому Что Образ Насыщает И Через Образ Мы Насыщаемся Но Какой Образ Насыщает Нас Каким Образом Мы Насыщаемся И Что Мы Впитываем В Себя Потому Что Этим Образом Мы Становимся И Когда Мы Становимся Тем Образом На Который Взираем И Который Насыщаемся Мы Начинаем Отображать Этот Образ Если Мой Образ Извращен И Он Зарегистрирован Здесь В моей Зеркальной Комнате Воображения Мое Восприятие Реальности Извращено И И Искажено Я Буду Выражать Образ Искаженный И Извращенный Я Буду Распространять Искаженный И Извращенный Образ Я Буду Умножать Искаженный И Распространенный Образ И Кто-то Может Питаться Этим Образом И В Духовном Мире Будут Такие Гибриды Замесы Появляться Вот Почему Бог Говорит Он Очистит Скверну Дочери Сиона Духом Суда И Духом Огня Надо Принять Дух Суда И Дух Огня Чтобы Суд И Огонь Пришли Мы Не Пострадаем Суд Божий Благо Для Нас Огонь Божий Благо Для Нас Это Благостный Огонь Да Он Огонь Поедающий Но Он Сожрет Пожрет Поест Только То Что Не От Него А То Что От Него Он Благословит И Усилит Бог хочет Чтобы Мы Распространяли Его Образ И Подобие Поэтому Он Разберется Со Всем Гибридным Мутированным Со Всеми Этими Смесями Со Всеми Этими Химерами Я Кандидат На Это Я Верю Господь Рассмотрел Нашу Кандидатуру И Будет Совершать Свою Работу Согласно Этого Представляете Чистое Зеркало Где Нет Преломления В Отображении Где Все Является Так Как Оно Есть Во Свете Божьем Все Становится Светом Апостол Павел Говорит Ибо Все Становящееся Явным Свет Есть Я Верю Бог Делает Тайное Явным Из Этой Внутренней Комнати Нашего Воображения Бог Делает Явным Приходит Свет И Он Показывает Что У нас На Стенах Какие Картины Висят Какое Кино Мы Здесь Прокручиваем Какое Кино Мы Смотрим Какую Киноленту Мы Вот Здесь Храним И Прокручиваем Время От Времени Я Верю Бог Хочет Наполнить Воображение Светом Очистить И поменять Зеркала Чтобы Зеркала В наше Воображение Пришли С этой Зеркальной Комнаты Мора С небес На небесах Даже Золото Зеркальное Имеется Ввиду Прозрачное Оно Не только Отражает Свет Свет Проходит Сквозь Него Чистое Золото Прозрачное Золото И Господь Хочет Чтобы мы Были В духе Прозрачными Перед Ним И Перед Другими И Он Будет Это Делать Химеры Понасеивали Своих Образов И Некоторые Из Нас Попринимали Это И Наша Душа Нуждается В Переделке Ре Кон Струкции Пусть Грядет Реконструкция В нашу Жизнь Для тех Кто считает Что это ему Нужно Кто уже Считает Что он Абсолютно Чистый Ему Это Не Нужно Значит Ему Это Не Нужно Это Была Вторая Часть Внимание Химеры Дорогие Благодарю За Внимание Спокойной Вам Ночи Почему Спокойной Ночи У нас Сейчас Вечер Кто-то Для Кого-то Доброе Утро Господь Хранит Вас Аминь Доброе Доброе Доброе